Рыбакит папа рисует Масляной пастелью гамма московская палитра И рисую портрет папа Карла И сейчас как раз заодно С тобой портрет научимся рисовать Если у тебя есть мелкие карандаши, то рисуй со мной Большое лицо показываем овалом Оно овально вытянутое Мы рисуем портрет шеи папа Карла Масляная пастель очень мягкая Так что легко раскрашивать И плечи, вот так в разные стороны Плечи, что есть еще у папа Карла У него есть уши Наверняка уши есть Два уха рисуем слева и справа Примерно посередине И это все понятно дальше А дальше раскрашиваем глаза Глаза у него вот здесь не очень большие Такие вот раз и два Такие вот кружочки, овальчики Все остальное мы можем закрасить ровным слоем Нашего телесного цвета Мне нравится палитра Моих масляных пастелей Потому что там есть телесный цвет И все остальные цвета тоже есть И мне легко их рисовать Нарисую и раскрашу телесный цвет папа Карла А теперь я думаю, папа Карла Он был такой, на юге жил, в Италии вроде бы Наверняка у него кожа была более темная Такая насыщенная, может быть темная, оливковая И я возьму оливковый цвет Не оливковая, называется такой коричневый Светло-коричневый или желтый И подкрашу Нос нарисую, во-первых, папа Карла У него большой нос, крючком был Ну не крючком, может быть точком Такой вот Бровки нарисую И вот он такой вот Шею подрисую, ушки подрисую Вот такой у нас папа Карла получился Мы его нарисовали с тобой сами Теперь будем его раскрашивать, все остальное добавлять Что у папа Карла есть? У него наверняка есть волосы Так что давай волосы добавим И они седые, потому что он старенький Мы возьмем серый цвет, выберем Сейчас и найдем серый цвет У меня есть такой И вот мы рисуем серым цветом папа Карла волосы Сверху и вот так вот показано Вот так И они волнистые Он наверняка не ходил к парикмахерству И они росли у него длинные-длинные А если он и подстригался, то сам по себе Была бы у него борода, была или нет Это я не знаю Но он был такой мастер, очень хороший И еще он был немножко музыкант Потому что у него была шарманка, кажется Да, я помню, что шарманка Волосы много, нарисуем волос Также нарисуем ему серенькие реснички Не реснички, а бровки Большие, густые серые бровки Здесь можно рисовать у него бакенбарды Это волосы по бокам, около ушей У мальчиков растет, у девочек такого нет Вот так все закрасили серым И вот он такой у нас папакан Мне хочется показать, как он улыбается И я с самого начала возьму какой-то розовый цвет Или телесно такой Телесно-розовый, у меня очень много цветов Я возьму и покажу, как он улыбается Вот так вот у него широкая улыбка Он очень добрый Он отдал все-все-все, что у него было Не так у него много и было, конечно Но все равно, он отдал все, что было Своему сыну, можно сказать Кто сын его? Правильно, я думаю, это Буратино Вот такой Какие глаза были? Я думаю, у него голубые глаза Красивые голубые глаза Рисуем голубые глаза Большие голубые глаза Так, я их раскрасил голубым Добавлю немножко синего Я рисую поэтапно, чтобы у тебя получилось тоже Если ты рисуешь это в школу, то будет супер Потому что мне хотелось бы посмотреть, какую оценку ты получишь Также у него нарисуем реснички Так вот, раз-раз-раз Точечки черные Точечные такие Так, еще что у него есть? У него есть очки И очки нарисуем Очки Очки вот такие Так Очки его старят сразу Он такой старенький, кажется Немножко подчернем его Все-таки он не совсем седой был И вот у нас получился Папа Карло Надо, я думаю, его одеть Носик его подрисуем, чтобы беден был Я думаю, его надо одеть Волосы все нарисовали Все Карло классный Папа Карло Теперь нарисовать его одежду А одежда у него такая была У него красный шарф был Большой красный шарф И я его рисую Раз, два, три Вот такой вот Он его за Около Вокруг шеи обмотал А здесь вот так И выходит вверх Вот так А куртка у него зеленая была Мне хочется зеленую куртку нарисовать И мне кажется, он свою куртку продал Чтобы потом сделать Чтобы дать Азбуку своему сынку Буратино Который ее, конечно Променял Что жалко Но потом он свою ошибку понял Что тоже хорошо Вот такой у нас Папа Карло Я думаю, классный получился Он, может быть, даже в шляпе может ходить Волосы у него побольше Он получился, мне кажется, похож на Пушкина На нашего Александра Сергеевича больше Но все-таки Старался он И сделал Буратино Чтобы молодец Молодец Потому что есть нам про что почитать Теперь Папа ты Карло И хорошо, что сказка хорошо закончилась Так Ребята, сегодня я рисую Папа Карло И нарисал Папа Карло, конечно же, для вас И я надеюсь, вам понравилось И некоторые ребята постарше Кто, может, уже забыл про Буратино Вспомнил и сказал Ммм, Буратино классный парень Можно было бы порисовать Это было здорово Так что присылайте свои работы Прямо сейчас в Инстаграм Делайте сторис И я ваш сторис добавляю к себе Такой вот Папа Карло Даже я бы сказал, что он молодой И очень такой добренький Ставлю на паузу на Ютубе А тебе говорю Если ты это не посмотришь Приходи, рисуй с нами В Инстаграм по пятницам Арт пятницы сейчас идет у меня